Доброе утро, дорогие телезрители! Просто очень много любителей. Ну, естественно, в гостях у нас сегодня люди, которые занимаются этим делом профессионально. Доброе утро! Доброе утро! Доброго ранку! Знаете, мы от самого ранку, как раз перед вашим визитом до нас, передавилася сюжет, наш корреспондент з'ясовував, что самая штовха людей заниматься танцами. Причем абсолютно разными в разных жанрах. Чому вони віддают своё життя саме цими? И знаете, абсолютно разные ответы. Вот сегодня у вас есть возможность рассказать, чему вы решили присвятить своё життя саме танцами, мы выбрали той жанр, в яком вы працюете ныне? Ну, мы выбрали именно аргентинское танго, потому что это всё-таки очень хороший способ самовыражения. Это всё-таки именно в аргентинском танго, как нигде, как нигде, ну, это моё, конечно, мнение, как нигде видны одноотношения мужчина-женщина, да? То есть это живой танец, это танец импровизационный, то есть это не постановочный танец, который, как бы, там, всё-таки отношения, так сказать, режиссированы. То здесь всё живое, здесь полностью импровизация, и, как бы, здесь мужчина может быть мужчиной, а женщина-женщиной. Знаете, я колись у нас був міжнародный день танго, я памятаю, мы его святкували, и объяснили, что своего часа танго, в основном, в том числе, был тем танцем, который в святском окружении даже не принято танцевать. Он был где-то там в антиграунде, и в некоторых местах был даже заборонен. Да, он был слишком чувствительный. Расскажите немного про историю этого танца. Знаете, тогда возникло в Буэнос-Айресе. В Буэнос-Айресе с того периода, это период начала XX века, был котел такой. Приезжали люди из Европы, приезжали эмигранты. Им обещали землю. Землю давали, но очень большие кусочки, и как бы там не было возможности, так сказать, ее выкупить. То есть было и на 50 мужчин приходилось одна женщина. И мужчинам для того, чтобы все-таки обратить на себя какое-то внимание, нужно было танцевать. Выразить себя в танце. Вот так и создался танец. Были придуманы именно такие соревнования среди мужчин. Я уже представляю, как это происходило. Ставела одна девушка, и стало 50 мужчин, которые по очереди выходили. Тут она-то мечтали быть женщиной, да? Но все-таки это было в танце очень видно человека. Тем более, если он не постановочный. Вы говорили, что вообще именно с аргентинским танго связаны некие споры, как раз то, что касается танцев. Что есть разные виды танго, и у аргентинского танго какая-то своя отдельная социальная позиция. Ну, это аргентинское танго является социальным танцем. Здесь все-таки происходят отношения. Здесь задача не... То есть есть соревнования, но они не играют такой огромной роли, как, допустим, в том же бальном спортивном танце. Здесь задача совсем другая. Но, с другой стороны, как вы можете оценить? Здесь мужчина танцует для женщины, да? Вот как ей на соревнованиях? Ей хорошо или плохо? А может быть, ее загнали на плечо для красивой картинки? Ну, и абсолютно справедливо наоборот, да, как танцует мужчина. Для нее или просто красуется на публику? Вот это интересно, вот этот момент социальности. В то же время вы можете общаться с человеком. То есть приглашать... Все начинается с кабасео. Кабасео – это приглашение взгляда. Если я хочу танцевать с девушкой, начинаю на нее смотреть. Если она хочет танцевать со мной, она смотрит на меня в ответ. Потом я приглашаю ее на танцпол, да, то есть там движутся пары, то есть и так далее. Происходят какие-то отношения. Я ее вижу первый раз, эту музыку тоже не очень хорошо знаю, но я импровизирую, и ей со мной интересно, либо не очень. Тогда, потом... Так происходят четыре танца, там, да. Потом идет смена партнеров, чередуется танго, танговальцы и так далее. Все это происходит. Сейчас Европа – это очень активно, это развивается, уже развелось, я бы сказал. В любом городе Европы это есть. Вы можете поехать, там, посмотреть список, какие мелонки, в каком стиле проходят. Есть молодежный стиль, в джинсах танцуются, там, под электронную музыку. Есть более классические, где работают, и Кабосеево, Кадегос, то есть правила поведения, это танцполе, дабы удобно было танцорам. То есть вы не просто приезжаете в город, но вы еще и общаетесь, и вы как бы попадаете в социальную. То есть вы можете просто танцевать, а можете еще общаться, да, то есть к танцу прилагается еще большая, то есть к зеркальцу прилагается еще автомобиль. Ну, то абсолютно уже очевидно, что в танго проведена роль у человека, мы уже переконалися в цьем, зокрема, и в нашей студии. Что права было у вас в танго? И, власне, вы завжди танцовали только его, или были какие-то другие танцы до этого? Нет, я перешел с бальных танцев, я думал, что аргентинская, поэтому я знаю, поэтому я могу сравнить. Я уверенно говорю это. Я думал, что аргентинская, у нас не было, к сожалению, культура эта была потеряна, отношения, ну, не было востребовано, были товарищи и товарищи, у меня было мужчин и женщин, да. И как-то оно вот ушло, и просто приняло такие формы. Я думал, что это разновидность такого танца, ну, то есть, если там танцуют с розой в зубах, то здесь может быть с ромашкой, а так какая-то специфика, да. Но, когда я понял, что может быть импровизация, что это все-таки творчество и самовыражение, а не мертвая форма, мне это стало интересно, так что больными танцами не стало. Не очень интересно заниматься. Да, у вас отдельная история с аргентинским танком, но вы сегодня как раз в студию пришли не один, а девушка, которая с вами сегодня, я так надеюсь, что одарит нас именно аргентинским танком, что именно вас привело все-таки именно в этот вид танцев? Именно взгляд того мужчины, который вас пригласил первый раз, как потанцевать? Нет. Я хочу согласиться с Игорем. Это действительно творчество, это свободный танец. Это очень важно для меня. Ну, а вообще, главное в аргентинском танке – это красота для меня. Доброе утро. Доброе утро. Доброго рамка. Контемпорари – это все-таки объем для меня лично. Я не воспринимаю уже, в принципе, направление танцевальное, как отдельное танцевальное направление. Так вот уже сложилось. На протяжении какого-то времени ты к чему-то идешь, 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 и потом находишь. И вот находишь себя действительно в живом танце. Что касается контемпорари, многие как-то выражаются по этому поводу абсолютно по-разному, но важно, что каждый себя там находит. В принципе, это владение своим телом. По максимуму целостное, объемное. И, соответственно, каждый человек, он может себя проявить каким-либо образом. Но важно знать, с чего начинаешь. Ну, до речи, что начинать, Таня? Я, мне кажется, я бачила, как это выглядит, одночасно и простейше, и сложнее. С одного боку, есть полная свободная самовыражение. С другой стороны, когда человек никуда, вообще, другим танцем не занимался, и, знаете, как-то никакие с привода собственного тела, с привода свободы самовыражения, ей сложнее. С чего важно начинать в вашем жанре? С пониманием себя. Я так думаю, что... Ну, это такая сложная штука. Все життя люди намагаются понимать себя. В принципе, я начинала с того, что у меня возник вопрос, как двигается мое тело. Соответственно, потом я начала искать формы, в которых себя выплеснуть. Форм было огромное количество, и порадовало то, что есть современный танец, в котором соединяется огромное количество техник, и они могут быть абсолютно разными. Одна говорит о том, что ты целостный. Вторая говорит о том, что у тебя есть только центр. Третья говорит о том, что есть периферия. В четвертой важна форма как суть. Ну, то есть, если мы берем вариации джаз модерна, или же каких-то джазовых моментов, которые переходили из классики в некую свободу действий. Если мы говорим о техниках работы с телом, это получается лабан, анализ, вот какие-то такие моменты. Форсайт – это люди, которые работали с пространством, и человеком в пространстве. И, соответственно, если мы принимаем за основу суть какого-либо учения технического, то, соответственно, мы себя в этом можем найти. Я, власне, до чего не питаюсь. Необходима какая-то теоретическая база для того, чтобы заниматься темпом? Конечно, обязательно. В любом случае, как минимум, давайте изучим анатомию тела. Это так важно. Это важно знать, что у тебя есть кости, мышцы, кожа. И каждое из этих движений, оно дает свое качество исполнения. Именно на танцполе, либо же на сцене. Если я двигаюсь за костями, то я двигаюсь более свободно, лайтово. Если же я применяю мышцы, я могу использовать техники уже другого формата. Если я двигаюсь через фасции, это еще некая свобода, более такой активный, легкий вес. Соответственно, в любом качестве я могу себя проявить. Помимо этого всего, существует пространство, которое я наполняю собой, своим телом, своими эмоциями, своим выражением внутренним. И это есть объем. Ну, первично все-таки тело. Ну, абсолютно два разных направления в танцах мы как раз затронули именно этим утром. Я думаю, что будут еще сегодня и другие направления. Но в любом случае, исходя из беседы с нашими гостями, понимаешь, что в каждом направлении есть своя философия. Полятно, что есть своя база. Есть какой-то там набор элементов, которыми ты варьируешь. Есть какая-то философия и действительно отношение к танцу как к какому-то, ну, более чем набору движений, к чему-то, к тому, что ты действительно получаешь от этого удовольствие. Мы вернемся в студию сразу же после того, как узнаем, о чем же говорят звезды, впереди рубрика «Гороскоп». И обязательно попросим наших гостей все-таки немного продемонстрировать то искусство, которым они овладели. Итак, доброе утро всем, кто просыпается с нами. Сегодня мы празднуем Международный день танца. У нас есть гости в студии. Мы уже спели даже немного пообщаться на тему аргентинского танго и контемпа, как его коротко называю. Ну, в полном названии, честно говоря, мне трудно назвать. Так все же вернемся к аргентинскому танго. Самое время, наверное, этим утром действительно немного размяться и потанцевать, потому что для многих этот жанр остается загадкой. С удовольствием хотел бы вам представить наших гостей. Это Сорока Алена и фастовец Игорь, руководитель студии аргентинского танца Сентида. В общем, просто так они сюда не пришли. Естественно, а они покажут нам сегодня какой-то номер. Действительно, как же аргентинская танго в импровизации, как говорит Игорь, выглядит на самом деле. Ребят, ну, давайте попробуем все-таки насладиться танцем. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова А.Семкин Корректор А.Егорова А.Кулакова 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 Доброе утро всем еще раз телезрителям Мы только что наслаждались аргентинским танго В праздник Всемирного Дня Танца Самое время все-таки Представить эту площадку Татьяне Просколькиной, которая именно Этим утром удивит нас своей пластикой Своей гармонией, души и тела Потому что контемп это соединение Нечто большего, чем набор движений Ну, наверное, что говорить о танцах? Танцы надо смотреть Субтитры создавал DimaTorzok 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 Добавил 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 DimaTorzok Дякую тебе еще раз Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok